привет друзья меня зовут виталий ткаченко это школа креатива и сегодня мы пишем волну прозрачную волну на мой взгляд великолепный сюжет для того чтобы научиться писать прозрачную воду прозрачную волну можно осилить при помощи той техники которые сейчас я вам расскажу и так нам понадобится 6 кистей большие фоновые вот такая вот средняя жесткая кисть круглая веерная и три штучки синтетических плоская маленькая круглая единичка для деталей и средняя синтетика холст располагается горизонтально потому что у нас композиция именно по горизонту по краскам понадобится конечно же бирюзовый цвет для прозрачности белила ультрамарин если из синих вот брать ультрамарин потом темно-синий голубая fc индиго кадмий желтый средний умбра кадмий оранжевый и темный красный кадмий все вот это по краскам больше ничего не нужно разбавлять буду масляным масляным маслом льняным маслом то есть и поехали значит чтобы овладеть этой техникой нам понадобится большая кисть и прокроем мы сейчас с вами полностью весь холст бирюзовеньким желтоватеньким цветом я беру бирюзовую краску нахожу добавляю нее немножко белил намешаю побольше мне нужно покрасить весь холст белый бирюзовый и немного желтого чтобы вы понимали какой цвет именно вам нужен я сейчас намешиваю цвет ориентируясь на цвет вот тот который вы видите на волне самый светлый цвет такой желтый зеленый вот именно его я пытаюсь намешать еще раз то бирюзовый желтый и белый желтого можно побольше кстати добавить пожелтее даже можно вот такой вот сделать сейчас еще раз вам намешаю покажу вот он вот такой побольше желтого я взял давайте так желтый белый и бирюзовый так наверно будет понятней цвет волны при плюс-минус вот вот цвет волны вот вот он вот такой желто зеленый смотрите приложение копирка которая может идеально перевести изображение в нужный нам размер посмотрите прозрачный экран и с помощью ползунка я делаю изображение которое мне нужно нарисовать мы взяли портрет и прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения переношу их так не нужно также если мне нужно прописать детали очень мелкие то я просто увеличиваю экранчик и детали становятся видны можно каждую мелочь прорисовать установив телефон на какой-то предмет сейчас данный момент он стоит на стаканчике вот получается такое вот прямо переведенная через наше приложение сейчас мы взяли холст холст большой 40 на 50 и решили перевести пейзаж прямо смотря в монитор видим как карандаш описывает нужные нам контуры и переводит то есть мы выстраиваем так ставим телефон на таком расстоянии какой нам нужен холст то есть мы любой размер максимальный размер удобный 60 на 90 минимальный это спичечный коробок любой человек ребенок взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения поэтому переходите по ссылке под видео там вы увидите ссылочку на приложение также вы можете в вашем системе apple store или google play набрать слово копирка и выйдите на это приложение данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на холст так что дерзайте используйте и делитесь приложением со своими знакомыми удачи вам да пребудет с вами вдохновение вот этим цветом вообще прям вот смело смело всю поверхность холста закрасьте всю с маслом в любых направлениях каких хочется цвет периодически вообще можно терять плане того что вы можете неоднородно это покрашивать прокрашивать то есть он у вас может где-то желтеть где-то светлеть где-то темнее но средний цвет базовый будет именно вот таким возможно можно его назвать бирюзового не бирюзовым а салатовым таким да пусть будет так вот такая слякоть идет на весь холст весь холст прокрыт вот так белого не должно остаться нигде ничего вот никаких просветов не осталось дальше моя задача я возьму кисточку на сухо протру и сухой кисточкой просто сниму лишнее работать кисточкой будут также в разных направлениях просто для того чтобы убрать почечности какие-то и недокрытости можно просто по горизонтали вот так вот как мы заборчик красим взять просто и выровнять весь тон но я подчеркнул на холсте смотрите у меня он неравномерно прокрыт то есть где-то попало больше бирюзового где-то больше желтого это нормально волосинки которые падают вы их сразу убираете недокрашенности закрываете все больше нам ничего не нужно с фоном делать вот так его и оставляем следующий шаг шаг номер два нам нужно отметить с вами горизонт горизонт будет располагаться строго под третью часть вот вы находите третью часть вашей картины можно чуть меньше берете любую кисточку но я взял веерную кисть взял веерную кисточку и найду на палитре у себя ультрамарин вот он обязательно немножко с маслом больше ничего ними не нужно возьму ультрамаринчик здесь я привстану чтобы наметить ровно горизонт и третья часть моего холста будет занимать вода то есть небо у меня немного а воды очень много волна большую часть будет занимать и вот так вот просто взяли и наметили себе горизонт вот так взяли и вот эту полосу которую вы наметили уже там можно другой большой кисточкой фоновой можно взять ее так подровнять чтобы она была у вас ровная не заваливалась никуда никуда не падала можете ее даже взять вот так и размазать размазывать можно вот еще чуть-чуть синенького схватить и левый уголочек вот левый край там он все равно у нас будет темный возьмите его прямо под размажьте вот так вот подкрасьте чтобы уже там какая-то основа была готова то есть переход совершенно такой плавный размазанный и размытый вот так все забываем про воду пока и нахожу я на палитре у себя следующий цвет который это будет это будет бирюзовый белила вот он бирюзовый плюс белый и немножко ультрамарин чека еще добавлю бирюзовый ультрамарин и белила первое что я сделаю я сделаю вот такие затемнения на небе работаю я уже без масла немножко потемню горизонтальными движениями себе небо вот так сразу же его растушевываю обратите внимание то есть я работаю тонкими слоями краски возьму и вот так вот по верхушке по верхней части создам ощущение разности оттенков и растушевываю переходе плавный сразу же его размазываю вот так вот размазываю размазываю и получаю плавный переход то есть верхушечка у меня затемнена верно верно и даже можно щепотку взять бирюзового и синего без белил вообще без белил и левый верхний уголочек прямо вот так вот активно еще чуть-чуть потемнее сделать и растушевать что все все с плавными переходиками и растушевали далее я беру просто просто синий просто синий и синей краской ультрамариновый создам уже облака более темные горизонтальным движением нанесу горизонтальным не вертикальным нанесу вот вот такую формочку блоков потом я протираю кисть насухо и сухой уже кисточкой начинаю пятнышко это размыли вать вот так чувствуя как бы баланс силы как она тушуется если хорошо тушуется прям быстро тогда нажимаю на кисть легче и вот так вот я это все дело размазываю если переборщилась слишком светлая получилось еще чуть-чуть добавляю и опять размазываю и опять размазываю все по горизонтали вот так еще добавлю вот сюда с краю немножко темных облаков вот так вот добавлю и растушую мягкая мягкая облачность никаких жестких стыков и краев обращаем на это внимание мягко еще немножко затуманю облачками вот в этом месте разорву композицию и сделаю вот в этом месте затуманивания и сухой кисточкой растушую совсем не давя на нее вот так можно взять еще каплю чистой бирюзовой чистой и вот сюда добавить еще такой более бирюзовый оттенок но также его немножко размазать утемнить вот это место прекрасно далее я возьму веерную кисточку и найду на палитре у себя просто белый просто белильца белильцами уже можно работать более деликатно и создавать такие интересные вырванные цветом облака начинаю носить облака в несимметричном порядке можно срисовывать их прям с референса а можно немножко и от себя добавлять но главное не повторяйте форму при помощи сухой кисточки вот вы нанесли про потом протерли на сухой кисточку обязательно немножко разглаживайте их также в белый можно добавлять немного желтого совсем чуть-чуть для того чтобы у вас получались разные даже по цвету облака то есть вот здесь допустим можно чуть-чуть желтоватый добавить я беру белый беру немножко желтого и добавляю вот таким движением вот таким характер облаков вот так добавляю белый каплю желтого вот так следующее мое движение я при помощи сухой кисточки опять начинаю немного разглаживать то есть не оставляйте облака в ошметках жирной краски немножечко нивелируйте границы для того чтобы не получились у вас чуть-чуть по естественнее можно заходить в несколько подходов и выбеливать нужные участки так можно повторно высветлить какое-нибудь место и повторно растушевать в глубину чтобы получалось такая дымка там изнутри вот так чуть-чуть смазываем краска очень быстро размазывается и получается облачки одна часть неба получилось потемнее а другая посветлее вот так ну что ж идем дальше сейчас уже вы не непосредственно с вами будем работать над водой поверхность у нас закрашена закрыта подготовлена подмалевок есть оторвем себе еще побольше салфеток помним что салфетки необходимая часть нашей программы и и вернемся с вами уже непосредственно вот к этой левой левой части картины мне необходимо взять и найти на палитре у себя опять синюю краску ультрамарин но на этот раз я добавлю в нее еще и темно-синий голубую фаце я смешаю их оба немножко масла и как следует опять от левого верхнего угла начну затемнять постепенно снижаясь вниз и постепенно ослабевая границу ослабевая нажим на кисть левая верхняя часть максимально темно-синяя а вот дальше уже я начинаю как бы немножко высветлять то есть нажим на кистью мне становится легче и получается соответственно и цвет светлеет вот так все получается немножечко полосатым так я делаю намеренно видите да то есть она получается размытая но концентрация темноты получается вот в этом углу далее я точно такой же краской еще раз утемню горизонт еще раз утемню то есть в принципе у меня левый и правый край по сути одинаковые по темноте то есть вот от края до края идет темный цвет ну а дальше я его растушевываю некими такими неравномерными полосами то есть мне здесь не нужно чтобы он получался очень такой глубокий и темный еще один заход еще раз немножко подтемню и и подтемняю я с учетом того что смотрите уже она неравномерно полоса тостями до полоса тостями такими вот так но теперь я потемню прямо максимально это вот эту часть которая будет являться самой темной я я беру синий темный и вот от горизонта и немножко вот сюда затемню этот промежуток и очень растушую но все с полосочками смотрите такими ровными горизонтальными полосочками и в градиенте то есть все оно сошло как бы на нет далее далее уже гвоздь программы непосредственно сама волна ее нужно прежде чем исполнять нужно конечно наметить первое с чего нужно начать вы можете взять просто белую краску на любую кисть допустим это будет плоская и нужно наметить как бы ее вообще зону первое на что нужно понять что она располагается у нас немножко в перспективе по косой это мы понимаем и левая сторона соответственно будет ее немножечко повыше мы берем и намечаем допустим самого понятного места можно начать это вот эта часть левая вернее правая сторона вот я беру намечаю и в том месте где у меня будет прогиб вот верхушечка да в том месте где у меня будет прогибчик вот этот вот прогибание провисание такое там соответственно я и вот так вот вниз ее и намечаю далее сам гребешок основная часть волны идет у нас вот от этой части вот вот он гребешок был намечен здесь внимательно пожалуйста за за тем чтобы ну за тем чтобы наклоны были все правильные то есть вот этот наклон гребня должен быть не сильно пологим и не сильно вертикальным постарайтесь правильно его срисовать намечаем и намечаем остальную часть снова здесь у нас пойдет с пеной уже вот на вот здесь стремительно будет лететь пена будет брызгать то есть вот получается раз и два вот такая форма вот такая форма далее можно наметить уже непосредственно от вот этой точки еще одну точечку которая вниз пойдет обратите вот на эту зону и поймите что я именно намечаю там есть верхняя как бы часть ее такая и есть чуть чуть нижняя гребешочек вот ну по сути больше ничего нам и не нужно пока с разметкой идем дальше первое чтобы хотелось сделать это сразу же прочистить светлоту гребешка берем салфетку и вот это место просто вот так вот расчищаем сухой кисточкой сухой сухой салфеткой и сухой кисточкой уже немножко просто дотираем чтобы не было каких-то непонятности там отлично следующий шажок следующий шаг будет заключаться в том что нам очень необходимо положить под волной тень и я опять беру веерную кисть нахожу темно-синюю краску и темно-синей краской будет у меня являться даже две это ультрамарин и темно-синий голубая фаца их обе вместе две смешиваю и что я делаю я беру и прямо намечаю вот такую теневую линию параллельно верхней части грубо говоря следующий мой шаг я беру и начинаю красить вот такую линию подкладываю тень под волну подкладываю тень но есть один момент дело в том что тень которая находится вот здесь на свету она не такая широкая поэтому тут тень пошире под пеной а здесь она поуже вот такой ширины полоска дальше что я делаю я начинаю растушевывать нижний край просто горизонтальными движениями легонькими вот так вот начинаю тянуть полосочку вниз вниз вот так просто растушевываю все очень очень просто можно большой кисточкой сделать это даже еще быстрее и эффективнее вот так здесь можно немножечко еще потемнее сделать и растушевать дополнительно вот так вот так следующий шаг я растушую верхнюю границу беру и начинаю сухой кисточкой конечно сухой никак иначе начинаю подтягивать верхний край помним самое светлое место у нас это вот эта часть поэтому туда мы стараемся по максималке не заходить кисть протирается и уже вот в этих направлениях которых закручивается волна я немножко начинаю подтягивать наверх здесь не должно оставаться каких-то борозочек от кисти что у нас получается у нас получается вот эта полосочка осталась темной и плюс ко всему еще дополнительно я беру подкладываю еще раз сюда темноту еще раз синий цвет можете даже немножко бирюзовой добавить вот сюда еще раз прокрашиваю и еще раз начинаю сухой кистью затягивать наверх вот так затягиваю наверх граница которая слева тоже немножко растушевываются обязательно вот так и тоже повторно замешав ее с ну еще раз взять если синий положите еще раз темно-синий цвет вот сюда вот так же таким же путем и растушуйте и растушуйте вот так все плавные переходы достигнуты определенная часть уже готова идем с вами дальше здесь я уже могу присесть по сути можно работать уже сидя ничего мне не мешает делать это уже из этого положения идем далее дальше я переключаю свое внимание на центральную часть пены воды я беру темно-синий цвет замешал его немножечко с индиго чуть-чуть и уже у меня веерная кисточка веерной кистью я делаю вот такое движение вот такое темно-синий цвет далее мое движение будет заключаться в том что я начну делать вот так вот так протираю еще раз кисть и уже в обратном направлении с небольшим ну как бы так сказать неровным а с полукруглым таким движением вот так не сильно надавливая начинаю делать продолжаю делать тень вот и еще разок вы понимаете да что у нас закрутка воды идет с таким вот направлением именно поэтому так мы работаем я немножко потемню еще вот здесь под пеной темно-синей краской сокращу чуть-чуть пены чтобы не получилось ее очень много что получилось вот в этом месте получились бороздочки благодаря жесткой кисти и получилось получилось вот это место достаточно темным это важно далее можно определиться пока ставить эту волну самую главную определиться допустим с той волной которая находится еще ниже у нас дело в том что у нас на располагается вот в этом месте вот в этом месте камень такой крупный камень вот здесь я возьму по сути также можно взять веерную кисточку найду темно-коричневую краску под названием умбраженная вот и добавлю туда еще чуть-чуть индиго здесь у меня есть темный камень почему бы его не нарисовать если слишком коричневый добавьте больше индиго вот так камень темный не имеет симметрии достаточно крупный и темный вот так чтобы он окончательно погрузился в воду мне нужно взять и растушевать ему границу а верхнюю часть я ему конечно же оставлю вот так далее также при помощи веерной кисти я намешаю зеленоватый цвет у меня есть бирюзовый у меня есть желтый получает такой достаточно плотный зеленый цвет можно еще немножко синенького туда шлепнуть у меня есть камень теперь по отношению камня я могу создать уже вот эту волну которая у меня идет как раз вот в этом направлении я намечаю кисточкой зону волны зону волны беру краску намешанную и от намеченной волны намечаю такой вот зеленоватый цвет и вокруг камня тоже и около водички и около вот этой самой волны начинаю кружиться как бы наношу 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 но желтоватый оттенок мне тоже нужно как-то сберечь он тоже очень интересный нужно с ним как-то поиграться я его не буду весь затушевывать поэтому я протру кисть насухо и постараюсь разгладить зеленый цвет так чтобы желтый у меня остался в живых частично вот так теперь я возьму немножко просто синего допустим это будет голубая fc добавлю немного тени под водой под волной добавляю и растушевываю весь лайфхак состоит в том что нужно добавлять краску сначала а потом уже растушевывать вот так возьму еще немного синий допустим синий и бирюзовый получается вот такой вот темный тон прям темный темный это мне нужно для того чтобы сделать на тень около камня вот здесь добавляю и тоже растушевываю веерная кисточка справляется этим на ура вот так а с другой стороны просто синей краской я обозначу вторую половину вот этой волны то есть она у нас огибает как бы бьется о камень и получается такое затемнение там и растушевываю вот так но уже вот в этом месте немножечко ниже вот в этом месте я добавлю еще чуть-чуть немножко тоже ультрамарина синего то есть я вот это место где желтовато я его чуть-чуть еще утемню правый уголочек немножко затемняя вот таким вот путем вот так заметьте вот на этом этапе сделайте такую оценку того чему пришли на холсте хочу отметить что все оттенки достаточно размыты между собой очень много вот этой вот терки такой постоянной кистью это важный момент для того чтобы достичь такого полноценного результата побольше третьей кистью и вот самое отчетливое пока у меня видите вот это вот место такой камень край камня и самое самое важное чтобы вот это место должно быть прям чистым 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 у вас кстати про вернувшись к этому месту я возьму просто темно-синий цвет и сейчас подложу немного тени вот сюда в уголочек чуть более темное то есть сделаю вот такой формы подложу темную тень и немножко растушую сухой кисточкой верное все вот так вот изнутри ножка под размажу с подложил еще тени очень глубокое место очень глубоко вы даже можете еще раз пройтись вот здесь сделать его еще более темным вот прям смело максимально темно-синий цвет вот это вот прям вот смело 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 утемняйте насколько хватит сил и плавный переход соблюдайте то есть вот эти края вот эти зоны должны быть максимально растушеваны тоже чуть-чуть я возьму тоже синего тут нас все в общем то такое синий бирюзовая немного добавлю вот сюда над волной между двумя волнами да вот 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 это место чуть-чуть тоже тени и деликатно растушую аккуратно так деликатно неравномерно растушую возьму бирюзовый цвет добавлю немножечко вот сюда как раз вот во вторую волну дам ей бирюзовости вот здесь вот здесь вот дам и растушую все растушевываются вот все в этой картине тушуется и растушевывается тушуется растушевывается вот это место под камнем вот это место сейчас я пройти по теням пройдусь я еще утемню и утемню такой краской возьму индиго и желтый получаю супер темно-зеленый цвет супер темно-зеленый вот так вот положу и аккуратненько деликатненько снивелирую чтобы сохранить усиленность тени и растушую и растушую вот так то есть тень под камнем максимально тоже темная идем дальше следующий шаг создам пену для этого тоже нужно будет веерная кисточка только я ее от мою от мою и понадобится светло-светло-голубая краска возьму белый чуть-чуть синего получаю вот такой светло-голубой работать буду аккуратно и стараться так чтобы было конечно понятно беру голубую краску и начинаю вот такими движениями видите находит по диагонали чуть-чуть создавать вот такую пену начинаю у пены есть свой край краска будет быстро пачкаться кисточка и поэтому тут нужно периодически и протирать конечно и брать еще цвет по сути давайте даже можно и белым пользоваться на все равно в голубой превращается чтобы я вам сильно не усложнял задачу берем просто белый и поднимаем такую вот пену пена получается и естественно пока не белая до пена получается пока голубая но при смешивании она как раз уже с нужными такими разными разными оттенками да то что нам надо протираю выхожу вот сюда сюда верхняя граница которая была намечена тут можно ее даже уже убрать не нужно получается пока пенка такая голубенькая вот и чтобы получалось естественно отследите пожалуйста один момент сейчас я вам более точно расскажу это нижняя вот эта бородка цвета пена вернее это вот это она не должна быть квадратной вы ее можете даже немножечко как сделать вот так вот взять и выйти на воду чтобы она выскочила более красиво у вас неравномерно либо же зайти наоборот синей краской в в пену вот берете и прямо проникаете синим цветом подчеркиваете пену чтобы она была неровной вот еще раз берете синий и прям вот так туда заходите так это место я все-таки подниму не буду делать его таким длинным чуть-чуть подниму давайте так чтобы не было искажения перспективы левый край пусть будет выше чем правый так будет все таки правильней создам неровную 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 такую бородку в виде пены темно-синей краской и растушую вот так далее я беру чуть-чуть синего цвета немножко синего и веерной кисточкой начинаю создавать вот этот гребешочек вот так вот вот так вот вот так прям по гребешочку он дальше можно в принципе взять есть поудобней но краска синяя вот поменьше если взять кисточку берем прокручиваем ее важное важное место обратите внимание что вот это место должно быть у вас обязательно должно быть вообще в принципе потому что тень на гребешке это такая важная штука прям вот она дает нужные ощущения правда ее можно будет немножко потом вот так вот размазать чуть-чуть кое где тогда будет лучше чтобы не сильно она была активной но гребешочек прям самое оно далее пену нужно конечно же сделать более пенистой кисточку веерную нужно будет хорошо отмыть я беру белую краску и уже непосредственно белой красочкой просто белой начинаю небольшом количестве прям очень много не надо брать начинаю создавать вот таким движением вот таким похлопнику похлопывающим движением от верхней части начинаю делать пенку кисть периодически протираю еще раз протираю она быстро пачкаться будет это нормально еще раз протираю и уже уголочком кисти уголочком где-то начинают так по ветру пускать вот так пенку дополнительно немножко вы можете добавлять чуть-чуть желтого в белый цвет да потому что там оттенки же не только просто белая пена она еще есть чуть-чуть желтизной такой так будет еще интереснее так добавим еще немного белого здесь уголком кисти вот так прям чтобы побед ветром сносила вот сюда такие отдельные отдельные брызги и здесь важно учитывать момент того что верхняя часть пены должна быть намного светлее чем нижняя вот это вот важно дальше я еще раз чуть-чуть простукаю вот в этом месте уголком кисти как бы нижнюю часть пены тоже белым цветом белым цветом но тут я снизу уже даю смешиваться краски пусть она чуть-чуть смешивается ничего страшного то есть синим мне нужно ощущение чтобы у пена была с тенью вот так то есть белая часть сверху а снизу она такая же с тенюшкой вот это место немножко подрежу вот так подрежу и размажу постучим чуть-чуть постучим вот видно да видно что нижний край пены он обязательно должен быть не белым белый верхний край и для того чтобы было это сто процентов понятно я вот сейчас еще раз возьму прям белый 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 чистый белый можно немножко желтым и вот по верхней части прям простукую еще раз дополнительно более светлой краской начинаю одевать в более светлые тона верхнюю часть пены тут прям побольше краски белый немножко желтого и и гребешочек который красиво сносит ветерок вот она красота белый капля желтого капля желтого и дальше вот так еще чуть-чуть желтого пожелтея это у нас уже задняя вот эта волна проведите ее вот там ну и очень важный момент тоже обязательно сделайте следующий шаг возьмите белую краску можно любой кисточкой побольше нанести вот таким вот неравномерным движением вот сюда вот такой вот цвет белый каплю желтого а потом веерной кистью аккуратно возьмите и немножко стяните гребешочек по волне вот так это важное место которое вы должны обязательно сделать если вы хотите чтобы получилась волна естественно еще раз провожу блеск и аккуратно сухой кисточкой вот так вот растягиваю но не прямо конечно немножко с заворотом да вот подкручиваю чуть-чуть вот так и уже когда практически вода волна готова берем белый цвет желтый белый плюс чуть-чуть желтого и еще разочек высветляем и делаем более контрастную пену вот здесь вот тут уже можно не жалеть краски прям чтобы много и и вот так вот кладем максимально усиливаем эффект брызг максимально я концентрирую внимание на верхней части пены вы заметили да что она намного светлее чем нижняя часть пены все это важные места которые нужно соблюдать ну это если мы хотим конечно сделать натуральную волну здесь она даже выскакивает чуть-чуть за горизонт тоже можно так сделать вот так следующий шаг при помощи вот такой кисточки плоской вы можете разбросать на заднем плане взять белый цвет немножко желтого допустим чуть-чуть гребешочков пены которые там поблескивают на заднем плане вот так виде горизонтальных таких вот барашков нас ветер на воде он поднимает водичку волны и получать такие пенки на заднем плане чем дальше тем меньше перспектива делает свое дело так наклон у моей воды моей пенки вот вот сам наклон воды волны можно даже немножко и поменять можно сделать чуть-чуть вот так ниже чтобы она еще была выше это легко берется так вот я провожу темной краской бирюзовой синий там еще одну часть немножко ниже это просто размазываю наклон поменяю и пены добавляю опять и добавил пенки вот так сделаю еще более резкий наклон и движемся дальше здесь мы сделали с вами всякие разные барашки на заднем плане чтобы он фон у вас не пустовал на референсе там вот это место она все в пене вот вот это место да но если вы хотите вы можете приподнимать тоже в пену отсюда но я не буду так сильно закрывать принципе мне этого достаточно будет я думаю пусть она останется таким более живым идем дальше дальше на очереди вторая волна там пена будем спускаться ниже спускаемся ниже и для того чтобы сделать уже вторую волну я беру плоскую кисть нахожу на палитре желтую и белую краску она у нас пожелтее правильно вот так переворачиваю кисть и начинаю наносить вот эту вот классную желтоватую волну беру белый беру желтый и вот тут прям в угол вот так вот наношу верхушку пены вот так далее мне понадобится веерная кисточка веерной кистью я уберу разметку просто растушую вот так опять возьму плоскую кисть найду синюю краску даже можно с индиго чуть-чуть и подойду прям вплотную вот такой темной краской подчеркнул свою пену вот так и сухой кистью этой же даже можно растушую граничку вот и получаю подчеркивание такое далее я возьму темно-зеленый цвет помните намешивается очень просто берем синий и желтый даже можно и коричневого чуть-чуть добавить здесь я хочу подчеркнуть прерывистого так гребешок вот так подчеркнул даже больше можно и вот здесь тоже подчеркнул эти подчеркивания обязательны и сухой веерной кисточкой как бы по подлезу прямо сюда под снизу немножко размажу обязательно чуть-чуть размажьте иначе получится слишком жестко и немного коричневой зеленой краски еще и на синий добавлю чтобы приглушить синюю и опять растушую вот так веерной кисточкой белой краской поделаю вот такие движения белой краской сверху пены чтобы немного разбавить светом и создать ощущение того что она тоже двигается да она не должна быть ровной и оттенки какие-то новые появляются появляется освещение появляется динамика и движения вот так даже можно немножко сковырнуть краску вот таким движением чтобы получалось более прикольная фактура а в серединку я немножко тыкну бирюзовым чтобы получались какие-то тени чуть размажу просто бирюзовый можно синим немного можно зеленоватый такой вот не агрессивный цвет подложу прямо во внутрь желтоватой волны тени там есть мы их можем пронаблюдать поэтому добавьте вот так чтобы краешек был интересный можно немножко по выходить вниз и еще чуть-чуть приглушу желтый не бойтесь размазывать пусть она немножко где-то размажется это не страшно если захочется выделить еще пену можно взять опять коричневый синий и сделать утемнение такое но кисточкой нужно будет подойти удобной подходим и размазываем коричневый синий подходим и размазываем с водой размазывать можно чего угодно тут вот сколько ни клади цвета все будет к лицу ему я бы еще вот здесь потемнее бы сделал бы вот тут вот так синий коричневый взял и нормально только не забудьте размазать размазываю в основном веерной кистью она дает мягкость отлично вот теперь можно сделать еще одно затемнение вот в этом месте еще раз затемню чуть-чуть тени дам теперь можно поделать самую красивую пенку которая здесь есть берете плоскую кисть берете белую краску и начинаем делать разные вот такие вот пенки здесь нужно абстрагироваться от каких-то ровных линий они должны быть максимально неровные кисточка должна немножко дрожать в ваших руках и нажим на нее соответственно должен быть абсолютно разный и паутинистая пена которая тут заполонила вообще прям прям вот всю воду смело берем и начинаем рисовать рисовать разными такими движениями чтобы получилось наверняка красиво вы старайтесь совершенно не давить на кисть она должна немножко дрожать то есть нажим на нее должен быть абсолютно разный и но я бы сказал бы то что вообще никакого нажима на кисточку нет почувствуйте что она дает она должна давать неровные нити а наоборот совершенно неровные ниточки даже не могут прерываться соединяться пересекаться и быть вообще как бы в свободном таком движении тогда получится все на ура на синем фоне они достаточно незаметные на темно-синем поэтому берем капельку белого и прям можно допускать тот момент чтобы они смешивались пусть они получаются светло-голубые пусть смешиваются практически даже сухой кистью вот получается все очень даже неплохо есть какие-то более откровенные такие виде вот таких желтоватых пен допустим вот отсюда я беру и делаю вот такую пену здесь сделаем здесь многое и много пены паутинка также на переднем плане не жалеем берем и начинаем делать вот такую вот чудесную пеночку можно использовать еще голубой цвет потому что она здесь не везде белая еще есть голубая ловчится нужно так правильно держать кисточку чтобы надавала нужный эффект но я вот показываю как насколько это возможно голубая краска сейчас идет и по сути самое красивое что в этой картине есть это одна из самых красивых мест это вот такая пена краски мало на кисти это важно допустим вот это место одеваем тоже в пенку такой вот раз взяли и растянули весь секрет в хаотичности и в нажиме на кисть поверьте ничего сложного нет ну не сказали что это самое легкое но тут главное хаотично и если будете делать вот в этом месте уже да вот в этом около камня здесь уже голубая краска это белый синий пена в углу она уже голубая на камень заходит как вариант вы можете использовать еще самую тонкую кисточку ей тоже вполне возможно создавать такие эффекты берите тонкую кисть и начинаете делать такие вот движения там где у нас около камушки вот это место можно побелее сделать пенку вот так отлично и конечно же не забудем про камушек чуть-чуть добавим на камушек немного размажем делаем это дрожащей ручкой чтобы получался прикольный эффект блеска если камень требует утемнения можно его еще и утемнить индиго также можно встретить даже какую-то тину видео таких вот темных змеек берете коричневую синюю такую краску потемнее и какие-то такие пятнышки как точно так же как делали пену можно добавить немного тины теперь я сделаю еще одну волну возьму немного синего и индиго плоская кисточка и вот здесь создам еще одну волну но она небольшая поэтому тут будет немного краски чуть-чуть разглажу нижний край обязательно у вас волн всегда нижний край разглаживаете всегда разбавлю еще какой-нибудь зеленоватой краской и разглажу потом возьму опять белый на ребрышка кисти плоской и вот так вот немножечко выделю белый может быть чуть-чуть также желтым смотрите что получается получается она блестит на солнышке и как раз то что надо пляшет кисть постоянно пляшет позволяйте немного смешиваться краски с водой еще нас есть круглая средняя кисть она тоже классно может делать допустим пена которая у нас внутри волны непосредственно здесь я беру давайте такой возьмем светло-голубенький цвет белый и синий светло-голубой не белый а светло-голубой и начинаем наносить с таким вот прокручивающим движением с прокручивающим движением еле-еле еле-еле-еле-еле-еле давим но давим с разным с разным нажимом с разным с разным еле-еле-еле-еле-еле и начинаем затягивать пеночку которая внутри воды вы даже можете взять кисть просто сухую и вот этот темный бортик который у нас есть на гребешке если вы возьмете просто начнете его размазывать вот так вот вниз слегка виляя ручкой то у вас получится тоже интересный эффект того что краска начнет сползать сейчас еще возьмем немножко очень тонкие можно совсем на тонкую кисть перейти пенка которая внутри волны очень важно я бы хотел бы на ней прям сфокусироваться здесь пожалуйста не повторяйте ошибок такого рода чтобы они чтобы пенка не получилось у вас знаете как может получиться что она очень одинаковая и очень явная она еле-еле заметная то есть сильно здесь вот светло-голубой цвет берем допустим тонкая кисточка и еле-еле-еле нажимая слегка прокручивая даже можно вот так вот вот-вот-вот-вот чуть-чуть дрогнуть где-то и делаем вот эту еле заметную пенку внутри надо сильно много краски брать минимально минимально ну а снизу уже можно там побелее делать эту пену где-то вот здесь снизу можно более смело делать побелее вся она немножко заворачивается так по цилиндру как бы вот так красота ну что ж идем дальше далее можно такого же рода пеночку создать а где-то вот здесь берете бирюзовую краску и немножко тут тоже создаете то по другом направлении такому же вот так чуть-чуть пенки здесь также на переднем крае немного темно-зеленый вот так тоже не помешает правда же и более синюю добавлю около камня вот ты на сам камень тоже можно перебор коричневый индиго уберу немножко камень камень должен быть натурально прям темным темным фактически черный такой если слишком он получился за брызганный опять темноты ему верните пусть он будет темный ну и темно-синий с индиго вот такой прям тоже очень темный цвет вы можете немножко сделать пеночки но она там вообще такая не особо видно вот вот здесь вот так просто даже можно поразмазывать темный край чуть-чуть и будет вам тоже там пена которая тянется краешек вот этого гребешка я выделю возьму синенький и немножко размажу чистые оттенки я не использую я говорю беру синенький но он мне немножко смешанный с индиго допустим с нету каких-то чисто открытых оттенков практически нигде но исключением белой пены там да где я делал вот так мне так нравится вот эта пена которая прям вот она вот здесь вот около камня хочется даже еще и добавить прям такая вкусная добавлю еще пусть будет сюда чуть добавлю тоже класс по-моему неплохо ну что ж добавим с вами пару чаек и каких-нибудь пару теней и готово птички очень маленького размера но прежде чем делать птички я бы все-таки веерная кисточка немножко бы раз при приглушил бы размазал бы задние чтобы не отвлекали от воды задние верхние облака вот эти чуть-чуть можно их приглушить немножко чуть приглушу даже можно сделать и потемнее вот это место вот так вот сделаю потемнее опять немножко поразмазываю левый уголочек чтобы был более контрастный вот так ну теперь можно сделать чайок чайки прям категорически маленькие берем коричневую краску да можно немножко даже с индиго смешать и капельку белого но вам смотрите нужен фактически очень темный цвет коричневый индиго немножко белого он он практически черный но чуть-чуть такой темный темно-темно серый практически черный очень очень маленькие чайки одна под наклоном мы рисуем одно крылышко вот так с наклоном тушка в виде вот она расположена таким вот образом что у нее длинненькая она такая и второе крылышко повторно вы можете взять индиго и немножко подтемнить местами чайку чтобы она не была равномерной прокрытой вторую точно таким же цветом только еще меньше и ниже она самой тонкой кисточкой располагаем ее просто как галочку такую вот она тоже с небольшим наклоном галочка имеет неровную форму потому что это птица вот на ниже летит и белой краской с небольшим добавлением желтого светлый 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 такой желтый обязательно нужно добавить освещение солнца сверху вот так вот возьмите их обведите чтобы они заблестели у вас одна и вторая птичка вот так посветлее обводите чтобы был блеск на них освещенность и второй момент я бы подложил бы под волну совсем прям максимально темный цвет я бы сделал бы еще усилил бы контраст вот сюда возьмите индиго возьмите синий все что есть мочи по темноте подложите вот сюда по возможности утемните темноту под волной это действительно важное место если не делать это место темным ну она просто будет немножко плосковатая то есть не будет ощущение объема по сути можно синим индиго брать вот так вот подчеркивать подчеркивать аккуратно можно где-то форму даже вот так вот взять и раз пройтись волну немножко ее поправить да вот то есть подчеркнули и и просто с водой размазали вот с водой по горизонтальке чуть-чуть растянули но интенсивность должна остаться темная прям темная контрастная вот что у нас достаточно контрастно под водой кстати можно немножко тоже темного такого добавить на на остальной воде вот там выше то есть как бы бороздочек таких вот и мягко-мягко как бы чуть-чуть приглаживая то есть мы там свет добавили а вот темных не добавили ну темный видите он как темный не очень синий прям уже остатками синего он такой бледненький но темный немножко потемнить и нормально ну а заново там можно уже и беленького там по-быстренькому раскидать чтобы у вас разнообразие было на воде не просто закрашенная да а вот там же движение блики тени волны тоже тоже бы хотелось это там увидеть и вторая волна возьмем желтый и белый такой зеленовато даже получается вот прям под гребешочком возьмите подкрасьте и растушуйте и у вас получится вторая волна которая там тоже на просвет играет с солнцем вот так что там тоже есть не будем про нее забывать и тени у нее положим ну что ж по моему очень очень даже и неплохо получается водичка не могу остановиться прям обожаю воду делал бы бесконечно ну что ж остается нам с вами примерить парадную рамку слушайте ну давайте померяем обе рамы у меня есть и темный и светлый почему бы обе не померить допустим в белом варианте опа да и вообще класс вообще прям класс здорово считаю что картина завершена когда она уже одета в раму по моему по моему супер и померяем вот такой вариант тоже вот ничем не хуже да прям вообще шикарно вот это называется магия рамы ну и небольшое волшебство конечно же кистей и рук друзья будем писать дальше будет много сюжетов еще с вами обязательно встретимся пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok